Продолжение следует... 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 Насколько силен твой иммунитет, есть ли у тебя в ближайшее время риски заболеть чем-то, либо наоборот, допустим, ты только переболела чем-то и сейчас находишься в периоде восстановления. То есть у тебя вот для твоего возраста коридор вот здесь вот. Вот видишь две тоненькие линии черные. Жирная черная линия – это в среднем для девушек твоего возраста. Ты получаешься чуть ниже. Ну, о чем ты говоришь? Что, скорее всего, может быть, просто у тебя на работе сейчас много всяких дел, и ты немножечко устал. Данные биопедансного анализа помогают врачу подобрать оптимальный план питания для своего пациента, составить режим физических нагрузок, контролировать результаты проводимого лечения. Алена, это ваши результаты. Мы будем рады вас видеть снова через три недели на повторное исследование для того, чтобы оценить динамику, насколько правильно и верно вы следовали всем нашим рекомендациям. Поэтому ждем вас снова. Спасибо большое. Обязательно приду. Итак, я получила свои результаты и осталась весьма недовольна. При том, как мне кажется, что я веду достаточно активный образ жизни и лишним весом не страдаю, исследование показало, что тело моего состоит далеко не из мышц. О том, почему так вышло, а главное, что мне теперь делать, я спросила у профессионального тренера. Вы знаете, начать с здорового образа жизни. Прежде всего, это настрой. Настрой должен быть такой, знаете, позитивный. Во-первых, нужно полюбить себя, прийти в спортзал, проконсультироваться с профессиональными тренерами, составить питание. То есть здоровый образ жизни складывается из правильного питания, из физических нагрузок, хороший сон и хорошее настроение. С чего мы начали работать соленой? Для поддержки мышечной массы, чтобы сбросить вес и подтянуться. Это кардионагрузки. Что такое кардионагрузки? Кардионагрузки – это аэробная нагрузка, при которой мы тратим лишние калории, сбрасывается лишний жир. Ну, то есть жир сбрасывается не сразу. Сначала мы тратим, тратятся углеводы. А потом уже всё начинает переходить, как положено, обменные процессы. То есть аэробная нагрузка должна быть не меньше 20 минут. Своим клиентам я советую не просто беговую дорожку, потому что иногда беговая дорожка бывает нудной и многим как бы надъедает. Поэтому каждую нагрузку можно заменять. Это чередовать велотренажёр, эллиптический. Вы знаете, бегать я вообще не рекомендую, потому что во время бега у нас как бы нагрузка идёт на суставы. И то есть вы аэробная нагрузка, вы силы тратите, а калорий нет. То есть, ну, пример я всегда привожу, взрывная такая энергия, когда вы куда-то опаздываете и вы быстро побежали, вы начинаете отдышка, вы чувствуете, сердце начинает колотиться, а при этом калорий тратится минимально. Поэтому кардионагрузку лучше заменять быстрым шагом. Можно чередовать бег-шаг, бег-шаг. Но это опять же по вашему настроению, потому что иногда хочется немножечко пробежать. Три минуты ходим, минуты бежим. Три минуты ходим, минутку бежим. Вот так вот кардионагрузка считается более эффективной. Лучше всего даже кардионагрузку считать силовой. То есть такое есть фит-кросс, такое направление. То есть, когда вы одно упражнение, второе, третье, тут же на кардио вы походили, тут же вы сделали отжимание, тут же опять на велотренажёр сяли, тут же вы опять сделали упражнение планка, выпады какие-то. То есть, такая тренировка заменяет три таких больших, это хороших полноценных тренировки. И можете похудеть до килограмма. Ну, ещё как бы такой небольшой секретик, который может раскрыть только тренер тренажёрного, это тренер, вот, фитнес-тренер. Это хороший сон полноценный. И восстановление после тренировок. Потому что ошибочно многие думают, что чем больше они будут заниматься, чем больше будет нагрузка, тем они быстрее похудеют и придут в форму. Ничего подобного. То есть, организм должен восстанавливаться. То есть, при каждой нагрузке организм должен, ну, претерпевать небольшой стресс, как бы. Тогда, как бы, вот эти резервные клетки, которые в спящем состоянии находятся, мобилизуются, обменный процесс улучшается, человек худеет эффективнее, набирает мышечную массу, да, подтягивается. Потом он восстанавливается, и, естественно, процесс начинается снова. То есть, программу нужно периодически менять. Даже те же кардиотренировки, они должны быть постоянно то такое, то такое. Чем разнообразнее тренировки, тем эффект больше. После того, как мы достаточно разогрелись, и не просто разогрелись, да, мы провели достаточное время в аэробном режиме, то есть мы медленно замедляем, мы резко не останавливаемся, восстанавливаем дыхание и уходим на основную часть нашей тренировки. Это силовые упражнения, статические упражнения, дыхательные упражнения, ну и растяжка. Ален, начнем с выпадов, да? То есть делаем выпады. Как делаются правильные выпады? Делаем шаг вперед, коленка у нас над пяткой, стараемся не приземляться, макушкой тянемся вверх, плечи чуть опустили вниз, ягодицы напряжены, пресс напряжен. Интенсивно делаем с выдохом. Можно взять гантельки в руки. Попробуем без гантелей, удерживаем себе, пресс напрягаем, ягодицы. Таким образом делаем 12 раз с одной ноги, 12 раз с другой ноги. Следующее упражнение – это планка. То есть я покажу сейчас несколько секунд. Выровнять нужно положение запястья на плечевом суставах, ноги на ширине. Точно? Да, ноги на ширине – это забедренного сустава. Самое главное в этом упражнении – это подтянуть живот. Ягодицы чуть подкрутить внутрь, макушку вытянуть вперёд и правильное дыхание. Делаем вдох и на выдохе нужно подтянуть живот. Представьте, что как будто вас взяли полотенцем, опоясали вокруг талии и тянут вверх. Основные мышцы, которые работают в этом упражнении – это пресс и спина. Это самое любимое моё универсальное упражнение. Она, кстати, работает в руки, работает ягодица, работает спина, работает пресс. Вытягивается позвоночник. То есть оно заменяет многие силовые упражнения. Во время дыхания у нас улучшаются обменные процессы. И жировая прослойка заживается быстрее, особенно внутренний жир. Планку начинаем делать с 15 секунд по времени. Три подхода. Ещё одно упражнение мы делаем на пресс, а потом рассказываем про растяжку и про дыхание. Так, следующее упражнение, без которого обойтись практически невозможно – это работа с прессом. Когда вы почувствуете такое ощущение жжения и тепла в животе, вы поднимаетесь на максимум, ещё, 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 тянетесь вверх, вверх, постоянно себе фиксируете положение, делаете вдох, Ален, и выдыхаем. Во время выдоха представляете, как у вас там сжигается жир, вы чувствуете тепло, и вот эти обменные процессы происходят во время правильного дыхания. Это вот 50%. Не то, что вы поднялись ночью много раз, да, а то, что вы правильно подышали в это время. Ну, открываю самый большой свой секрет успешных тренировок – это дыхание. То есть, как бы, этому методике я обучалась, в общем, и, как бы, она очень эффективно работает. То есть, вот, например, с Аленой, то есть, мы это убедились, то есть, насколько процессы протекают быстрее, обменные процессы. То есть, дыхание – это улучшается обменные процессы. Уйдёт лимфодренаж, то есть, идёт очищение, хорошее настроение. То есть, ну, это позитив такой. Вы получаете после тренировки, как будто вот вы съездили на море, выпили хорошую вина. То есть, вот, когда вы подышали, правильно позанимались. То есть, показываю упражнения, которые максимально строят, ну, сжигают жировую прослойку и улучшают обменные процессы, да. Даже воспалительные процессы проходят, то есть, у которых людей, которые страдают какими-то болями, непонятного характера. То есть, в идеале получается вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Резко выдох. Не дышим, не дышим. Всё напрягли, всё тело. Ещё раз сюда руки, да? Да. Как будто вы взяли пружину, отодвинули её и удерживаете. Она такая, такая жёсткая, что вам её так сложно держать, и вы должны напрячь всё тело. Попробовали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох. Задержка дыхания. Не дышим, не дышим, не дышим, не дышим. И выдох ещё. Отталкиваем от себя стену. Отталкиваем. Всё, расслабились. Это, кстати, в практике цигун. Применяется ещё дыхание. Оно, как бы, говорят, снимается блоки. То есть, всё плохое, здесь негатив, весь уходит. Что ж, все водные я получила, и к чему теперь стремиться, я тоже знаю. Через 30 дней я вернусь в кабинет здоровья и сделаю повторное исследование. Ну, а пока исправлять ошибки буду с помощью спорта и питания. Кстати, когда совсем нет времени, чтобы приготовить себе по-настоящему полезный обед или ужин, конечно же, можно перекусить в кафе. Но вот чем вопрос? Хорошо, что рестораны города входят в положение всех сторонников здорового образа жизни и вводят в меню правильное и вкусное блюдо. Так, например, ресторан «Чайхана-21» в торговом центре «Премьер» предлагает своим гостям вкусное и полезное блюдо. Это новое меню, оно у нас существует уже давно. В принципе, мы решили просто сейчас, именно сейчас, когда начинаются весенние желания, девушек выглядеть хорошо, мужчин выглядеть тоже хорошо. Мы решили просто проакцентировать во всех трех меню, которые у нас присутствуют в ресторанном комплексе. Это японское меню, это меню «Чайханы-21» и меню «Пасада-феста». Мы решили подчеркнуть те блюда, которые способствуют тому, чтобы мы выглядели хорошо, здорово, и были здоровыми, и все у нас было в тонусе. Например, какие-то блюда? Например, это блюда с рыбой, это, допустим, салат эстонца, приготовление которого вы только что видели. Это, в общем-то, все суши, которые полезны, рыба в них используется, только свежие. Это блюда, которые приготовлены из экологически чистых продуктов, которые мы берем не только в Рязанской области, поддерживая своего производителя, но и привозим из других регионов России. И, кстати говоря, допустим, мясо для стейков, рыба, которые присутствуют у нас в меню, куриное мясо, которое мы покупаем в Рязанской области, они даже по своим параметрам превосходят импортные аналоги. Не случайно именно здесь, 14 февраля, состоялась презентация нового фильма «Разборка в Маниле», представлять который в ресторан Чайхана приехали известные голливудские актеры Александр Невский, Матец Хьюз и Роберт Мадрид. Все они являются спортсменами и активными пропагандистами здорового образа жизни. Я хочу вам сказать, что для меня здоровый образ жизни это неотъемлемая часть любого успеха. Хочу вам сказать, что в картине «Разборка в Маниле» принимают участие люди иконы здорового образа жизни. Конечно, если говорить вообще в принципе про занятие спортом, то, на мой взгляд, независимо от того, есть ли у вас деньги сегодня записаться в какой-то дорогой спортивный зал или купить себе какое-то дорогое спортивное питание, или нет у вас на это денег, просто старайтесь правильно питаться. Не есть мощного вечером, если хотите сбросить вес. Есть больше куриных грудок, если хотите подкачать мускулатуру. Больше бегать и чаще ходить, просто не ездить на автобусе и в маршрутке, если вы хотите сбросить вес, и заниматься с гантелями, если хотите подкачаться. Не останавливайтесь, по-любому занимайтесь. Матис, как вы думаете, насколько важно заниматься спортом, тем более, когда вы актер фильмов экшн? Да, конечно, это очень важно, и тем более, когда съемки требуют многочасовых тренировок в сцен борьбы. Спорт очень помогает развивать в том числе и концентрацию внимания. Спонсором презентации фильма выступила школа здорового питания фитнес-клуба «Барс Премиум». Здесь теперь можно получить ответы на такие вопросы, как питаться в офисе и дома, как похудеть и не набрать вес снова, и как увеличить мышечную массу. К нам приходят люди с различными проблемами. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет, наоборот, в свою очередь, набрать мышечную массу, стать более рельефным, более фактурным. И занятия, которые мы проводим, они как раз рассказывают людям, как питаться правильно, как питаться качественно. Потому что есть такое всеобщее заблуждение, чтобы похудеть, нужно отказывать себе в еде, нужно истязать свой организм, голодать. То есть мы расскажем о том, что это совершенно не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова